Всем привет дорогие друзья, с вами Дваска и сегодня будет обзор. Как вы знаете, World of Tanks 6 лет, Wargaming запулил нам классные акции. X5 конечно же в первую очередь, танчик нам подарили, там еще день према за выполнение всякие, там еще другие плюшки. Но мы сегодня остановимся на танчике. Подарил Wargaming T45, скажи как его можно получить. Нужно зайти в игру, сыграть в один бой, попасть в топ 10 по опыту и все, танчик у вас будет в ангаре. Плюс конечно же слот к нему, экипаж со стопроцентными навыками. Вот перед вами этот красавец, сегодня же мы его и рассмотрим, насколько он хорош, оставлять его в ангаре или нет. И вообще, что за танчик подарил нам Wargaming. Начнем конечно же с брони. Почему с брони? Потому что в определенных местах эта броня присутствует у данного танка. А потом мы рассмотрим все остальные параметры. Давайте же рассмотрим бронирование нашего чудо-танка под названием T45. Итак, смотрим на него прямо. Порядка 60 мм, вы видите, да, верхний бронелист. Броня 25 мм, но под очень-очень хорошим углом. Но есть вот такая полочка на верхнем бронелисте, там где мехвод, видимо, сидит и смотрит. Здесь 40 мм, вот она из имя зона. А также нижний бронелист, довольно здоровый. И тут 45 мм примерно. Сюда проще всего будет пробить в полочку и в нижний бронелист. Также башня. Башня у нас имеет 50 мм в самом тонком месте. А дальше у нее тут закругленные края. И при веденке тут становится поболее. Там 60-70 мм, даже до 190. До 190 доходит. Ставим танчик немножко ромбом. Борт у нас, конечно, картонный. И ромбом его ставить нельзя. Только вот чуть-чуть, немножко, вот под таким вот небольшим углом. Тогда у нас, да, приведенка возрастает. И более-менее, возможно, что-то можно будет отбить. Сам борт, конечно, я бы назвал его дырявый. 15 мм, тут броня. Башня 38 мм. В общем, тут брони нет, считайте. Карман, то же самое, 30 мм, 25, 40. Вся наша броня пробивается легко. Вот и все о бронировании. Итак, броню мы с вами рассмотрели. Что же можно подвести, какой итог. Броня, конечно, есть, но, опять же, не для всех. Для пулеметчиков, скорее всего. И то, пока они не зарядили голду. Как только голда будет заряжена, ваш танк превращается в картон. То есть пробиваться будет везде и вся. А теперь давайте рассмотрим остальные параметры данного танка. И, конечно же, не забудем про пушку. Что же она из себя представляет? Урон у пушки 47. Это довольно неплохо. Пробитие 51. ББшкой голдой 84. Пробитие тоже неплохое, но, опять же, для вторых уровней. Если вы встретитесь с третьими, четвертыми, все. Ваша пушка ни к чему. Даже голдовое пробитие 84, это ни о чем. То есть вы просто груша для битья и ничего. Надо отметить, конечно же, ДПМ данного танка. 783 единицы. Это, опять же, ни о чем. Танк очень долго перезаряжается. Это наихудший ДПМ среди вообще всех регулярных танков. То есть 850 это минимум. Это самый худший танк второго уровня лет. У него такой ДПМ. Этот танк всех обскакал. Я, конечно, не брал в расчет премиум машины, а только регулярный. Пушка гнется вниз на минус 6, вверх плюс 20 градусов. Тоже ничего выдающегося. И теперь, внимание, время сведения 2,4. Это один из худших параметров. Круг сведения огромный. Сводиться надо долго. Ну, там даже не 2,4 секунды. Я бы сказал 3,4, а то и 5 секунд. В зависимости, как вы быстро ехали до этого. Точность пушки 0,4. Точность еще более-менее. Но время сведения все просто нивелирует. Пушка неиграбельна из-за ДПМа и из-за времени сведения. Удельная мощность танка 12,5 лошадей на тонну. Это говорит нам о том, что танк просто не едет. У него удельная мощность, как у тяжа. Максималка у нас 41 км в час, но мы ее набираем только с горки. По равнине танк даже не может ее поддерживать, даже набрать ее. Назад скорость 15. Тоже ничего хорошего. Довольно низкая скорость. Но зато скорость поворачивается. Корпус ее у нас замечательный. 24 градуса и башни 34 градуса. Хоть в чем-то танка наделили каким-то параметром. Хотя поворачиваемся до лампочки, если нас будут пробивать в любое место, в любой проект. Обзор у танчика 300 метров. Есть и побольше у ЛТ на втором уровне. Но у него такой средний. Ничего выдающего. Я бы сейчас в данном месте должен вам посоветовать какое-то оборудование. Но, сказав все вышеперечисленное, что касается пушки, ну не хочется играть на этот атак, честно. Поэтому, если у вас есть такое желание, конечно, ставьте танк ромбом. Вернее, небольшим таким ромбом. Как-то играйте на нем. Заряжайте голду, иначе у вас просто ничего не получится. И опять же, вы будете, допустим, успешно воевать со вторыми уровнями, а с трешками и четверками танками у вас ничего не получится. У них и пробитие получше, и точность получше, и альфа у них побольше. Кстати, насчет альфы. ХП у нашего танка 140, поэтому фактически за три выстрела танк убирает. Имейте это в виду для тех любителей, которым этот танк все-таки понравился. Мне танк категорически не понравился. Я на нем скатал, наверное, 5-10 боев. Что-то получалось, что-то нет, но никакого удовольствия от танка не получаешь. Нет у него чего-то выдающегося. Взять хотя бы, там, какой-то, не знаю, Гочки, с которого броня офигенная, зарядил на нем голду, и ты там насилуешь песочницу. У этого танка нет ни хорошей пушки, нет ни хорошей брони, нет ни хорошей подвижности, нет ни хорошего обзора. То есть ни одного параметра, а также ДПМ не забываем, ДПМ тоже. Нет ни одного параметра, который бы его как-то поставил выше, чем все регулярные танки второго уровня. Поэтому мой вам совет, продайте его за 150 тысяч серебра, получите два члена экипажа со стопроцентной прокачкой, а потом куда-нибудь их пересадите, получится слот в ангаре на халяву. И, собственно, все, на этом все плюшки от Wargaming закончились. Танчик не стоящий, поэтому дела у нас обстоят так с ним. С вами был Дваска, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!